Город мой Киев, в тебя нельзя не влюбиться. Мой город Киев, моя страна. Вітаю. Сегодня мы от Любой будем робить манники. Такое у нас украинское блюдо, я манники. Для начинки мы берем 300 грамм домашнего сыра, ну можно и... Творог. Творог. Можно и купленный, ну, у меня домашний, я... То, что ты вчера привезла. Так. Так, 300-400 грамм творога. Еще что? Все изюм. Изюм. Изюм и сахар. Изюм маленькую пачечку взяли, да? Сахар, кто на любителя. Кто, сколько... Ну, кто может любить не солодкое, кто солодкое. Если сладкое, то сколько нужно? Ну, я знаю, но пробовать надо. Можем в три. Три ложки ты кладешь? Да, чуть-чуть. Ну, я четыре ложки. Давай четыре. У нас любят сладкое, да? Да. Так, теперь... Тань. Теперь кидаем изюм, перемешиваем. Это пачечка изюма. Сколько там, я знаю, какие-то пачечка получается. Люба, за кадром хочу сказать. Люба, сколько грамм пачечки изюма? Ну, посмотрим. Чем выше, тем лучше. Изюм не помешает никогда. А ты изюм вообще пропариваешь или так просто тельня кладешь? Нет, просто его водой промила и все. И все, да? Да. А оно тогда твердое не получится, Тань? Нет. Кто любит... Ну, кто может не любить изюм, то можно без изюма. Можно парить, можно не парить, да? Нет, можно и без изюма. Так, все еще. Это будет начинка для мамы. Вот все. Я не знаю, как в магазине держится купить, я не знаю, но домашний то сып. Так, это вымесили мы. Да. Ну, попробуй. А ну что, ты пробуешь сладкое должно быть? А соли не надо класть, только сахар. На, попробуйте. Ну, давай. Хорошо, не надо решить. Ммм, Тань, у меня сахар не забыла. Так. Я бы творог так съела, Тань. Так, все. Это вымесили. Зачем мне его еще? Манахи делать. Вот вставляем. Так, это для начинки. Дальше. Это для начинки. Теперь я еще возьму кастрюлю. Короче, все. Литр молока вливаем в казанну. Ну, мы взяли домашнее, потому что Таня привезла молоко домашнее. Так. Вливаем молоко. Так. Кипятить его не надо, Тань? Да, так, будем зарекипятить. Четыре ложки столовых сахара. Кто любит, может, ну, кто не сладкое любит, можно двое. Кто, ну, лучший. Сахар любит, тот. Три. И четыре ложки. Четыре ложки сахара. И это зарастаем на газу, чтобы оно закипело. На сильный огонь, да? Да. И все. Тут двенадцать ложек манки. Это на литр молока. Манной крупы. Да. Берется двенадцать ложек манной крупы и четыре ложки сахара. Тань, а ты мне говорила насчет крупы, что я не то купила. Ну, крупу еще купила, но нужно, чтобы она меньше темного была. Чтобы она прям белая-белая была? Да, чтобы свитит. А я купила, а Таня говорит, что она не очень хорошая, потому что там... Молоко закипит, знаешь? Да. Закипело молоко. Так. Помаленько хипеть и помаленько всыпать манку. Потому что как быстро, то оно... Комочками возьмется. Можно чуть-чуть сольки добавить. Ну, давай. Там щепочку. Щепоточку соли. И теперь всыпаем по чуть-чуть манку. Так, и помешиваем, помешиваем. Малка, воля. Чтобы не было комочков. Вот так вот все засыпаем и мешаем. Таня, ну покажи, какой густоты должно быть. Есть такая каша. Ага, вот такой густоты, такой должна быть каша. Сейчас буду на минутку, сейчас я буду набирать его. А так не надо сильно до конца студить? Не, потому что не злипится, это же манка. Все мы крем трошки на 40-е на стиль. Так. И теперь надо вложить манку. Ага, горячее прям. Да, да, да. А если будет холодно, то будет не слепиться, да? Да, да. И ты наберете манку. Так. И прям вот так вот в муку, да? Да. Угу. И ты будешь, это как бы как тесто у тебя будет или что? Как на варенике. Как на варенике. А это сразу ставите на плиту и закрывайте крышкой. Чтобы она была маленькая остына, ее треба не злипеть. Потому что если манка остынет, то воно не слепится. Ага, если уже манная каша остынет, то уже не слепится, Таня, говори. Я буду переводчиком, Таня. Давай. Давай. Угу. Вот так, да? Только сильно, в принципе, мешать не надо, да? Просто вот так вот. Нет, нет, нет. Все так трошки. Угу. Горячее. Трошки. Угу. Угу. Мужика вам не треба. Вот так вот. Колбасочку такую. Может, где комки будут, то их так вытянуть. Это и все. Ага. Это же такое. То есть такое урезать. Муку все треба. Воно уже... Это еще... Что, ну, такое горячее, Таня, да? Ну, конечно. Ага. И скорость надо быструю, да? Да. Разбиваю, разбиваю. Так. Так, урока. Ага. Лепешечки такие сделай, да? Да, лепешечки, да. Так, что дальше? А, и творог. Покажи, как ты тут. Ага. Таня, а потом мы будем варить его или на пару, или... Нет, жарить. А, жарить. Да, да. А, варить ее уже там. У нее дуже долго. Ходить, ну, они зато вкусные. Ага. Ух, какие типа як-то чечечки. Мне только отдыхать остается. Хе-хе-хе. Ну, я знаю, что у вас такие свадьбы вообще, аж по пять слоев тарелок друг на друга кладут. Горы такие, горы. А что там, например, где-то, как в Закарпатте, или где-то там якийсь борщ, ну, травы, якийсь там, ревна, яка-зьюшка, чья-то там, что-то у нас такого. Это уже после свадьбы, на следующий день, да? Нет, 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 как свадьба. А, сама когда свадьба? Да, как свекруха там с невесткой танцует же, знаешь. Так. А, должны свекруха с невесткой танцевать? Да. И что, и она ему, и зять должен надеть сапожки, да? Нет, а тут и зять пизнишек, ну, там. Сапожки или туфли, или что? Нет, сапожки. Обязательно сапожки, да? Да. А цвет какой должен быть? Красный, чебелый, чей, не важно. Нет, не важно. Ага. Какие сваха купит? Ну, сваха. Ну, что, зять, який купит. Ага. Так он же ж ей должен ноги помыть сначала? Ну, да. Чем моет? Горелку, камень, вытирающая. Вот это дезинфекция ног, слышишь? Кропива, как литом. Как наберут крапиву, и останутся вместе, эти ноги метят. Да ты что? Ти ноги аж... Красный, червоный. Конечно, ты что? Да ты что? И она должна терпеть, что ли, сидеть? Не знаю, что. Мусит. А потом вот... Так тело взять. Такого, да? Да. А что, взять может крапивы, а может и не ешь? Ну, дружба, ибо я, я помогаю, идем. А ты что? Все держат тещу, что ли? Ну, звука, ибо я... Бачишь, я... Что мне в нем не нравится, воно вкусное, истинно... Что это? Манны, как ты имеешь в виду? Да, прилипаю. Ну, так, знаешь, руки. Ага. А вот это, Таня, еще у вас такая традиция есть, когда... После свадьбы, что ли, родителей на свалку выбрасывали? Или в речку, в речку, да? В речку. Ну, везут в магазин. На тачку сажают, да? И везут. До сих пор уже эти традиции, потому что мы даже машины ехали один раз по трассе. Ну, село проезжаем, нас останавливают. Ну, там, кого зло, это вот деньги. И на тачке везли родителей, по-моему, там. Да? Не знаю. Это уже когда женится последний сын или последняя дочка, да? Нет? Все равно? Да. Так, да, так. Короче, все, все. Манники уже готовили. Да. Наливаем четверо яичек. Будем яйца обжаловать и мамы. Яйца мы помыли, да. Теперь четыре яйца. Так, что еще? Семки. Так, забиваем яйца, да, и что? Будем переманники, можно ли у нас курицки делать? Манники будем вмакать, в яйца, да, и будем обжаривать. С меня еще такой перевозчик, Таня. Нет, я сейчас расскажу еще. Вот я помогла Тане делать эти манники, потому что нужно быстро. Действительно, если сама манная... А? Как самому, то нужно быстро. Да, если самому, то надо очень быстро, потому что... Утрости брать эмалки, а так, чтобы не остывало, да? Да. Потому что, если чуть остывает, все, уже ничего не получается. Да, не излепится. Да, не излепится. Теперь еще один тут такой не очень хороший нюанс, что он сильно липнет к рукам. Но надо тогда мукой брать муку и быстренько в муке, чтобы сильно к рукам не прилипало. Масло вливаем в сковородочку. Чтобы сковородка прогрелась. Так. В прогретую сковородку наливаем масло. Дальше. Сейчас, куда муку брать? Сейчас еще прогреется сковородка, блин, на сковородку. Уложите все. И жарите. Ну, все, не обжарить, можно даже не тушить. Ну, в духовке. Можно даже не тушить. Можно их так листить. Выдешь... Ну, как? А, в духовке практически? Просто, что мы сейчас их обжарим, да? Да. Я еще протушу их в духовке. Трошки под сливочного масла и протушу их. Ага. Свет горит, значит, идет съемка. Ой, на любопытность. Так, все. Так, все, начинаем? Да. Давай. Камал, еще не пробовать, мы еще не сготовим. Мы еще только готовим. Уже нетерпеливые уже бегут и ждут все манны. Манны кефли. Холодильник не закрывается. Так, ты так обмакиваешь и жаешь. Менятюрный, мне можно... А, можно делать маленькие в меньшее, да? Ну, эти тоже, мне кажется, они маленькие. Я... Таких маленьких в миниатюре я не буду. Да? Угу. Вот что у нас поручается. Красота какая! Я думаю, не надо. Переворачиваешь. Ну, как домашние яйца, то они, конечно... Ну, это магазинные, извините. У нас куры на балконе не есть. Ну, надо. Ну, привези нам курочек, мы будем на балконе. Это все. Я тебе слить чуть. Творог можно водить, а я... Куры такие. А, уже в готовом виде. Ой, какие красивые получились, Таня. Ну, дальше что делаем? Все, вложим масло под сливочное. 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 Да. Такий невеличкий кусочек был, он уже будет жирным. Так. Угу. А не надо перекладывать вот тут один слой, допустим, манеков, потом сливочное масло? Кто хочет. Да? Три раза в дом, а все. Например, не в духовке, а на газе. Так. Вот там... Сливочное масло вот так вот поклала. Да. Теперь... Теперь что дальше делать будешь? Сейчас можно водочки кипяченые трушки. Ну, давай, покажи как. Вот только что закипел у нас чайник с водой. Вот так чуть-чуть водочки, чтобы оно трушки... Несколько, да? Да. Чтобы оно... Не пригодило? Да. Может, требует трушки потушить? Угу. Все. Угу. Красота. А дальше что? Духовка на 180 градусов минут 10. Ну, чтобы оно так... Трошечки, чтобы масло растало, так протушилось и все. Ну, если мало, то кто хочет лучше, а больше. Через что серьезно, Таня, ты вечно. Ну, вот видите, какое у нас блюдо получилось. Дуже вкусное, ну, смачное получилось маленькое. Їх можно есть с сметаной. Ну, желательно, с домашней, конечно. И смачного вам всем. До новых встреч. До встречи, когда я буду в Киеве еще.